У нас с чем проблема? Мы движение уже не в двух плоскостях, а уже в трех плоскостях. То есть движение движется, поворачивается тело и так, и так, и так еще нагрузится, наматывается, да? Почему наматывается так? Ну, потому что, например, тот же самый удар я могу снять, то есть не заврачиваем никаких ху-ху-ху, таких других жестких действий, которые требуются иногда затраты, да? Можно снять удар так, да? Этот же удар, он же какой-то, ну я думаю, мы снимаем, мы его уже увеличиваем, потом забываем, да? Как же самое происходит и вот здесь, когда мы соображаем головой, самое основное стало самое страшное, то, что мы как бы перестали двигаться, мы перестали думать по-русски, мы перестали, соответственно, разговаривать по-русски, мы перестали, естественно, двигаться по-русски, и мы себя ощущать русскими перестали, и поэтому у нас русский человек, это человек душа, это человек, который живет больше страстями, больше тех, кто посерьезнее, как духовной жизнью, то есть душевной, духовной жизнью. То есть люди больше интуиции, но русский это не рациональный человек, потому что он последнюю рубаху снимет, а теперешние русские запугаются на этой рубахе угрим. А русский это последнюю рубаху отдаст, это который прилетит к себе, это раньше тоже, когда был русский, русский, широкая душа. Нет, я сейчас к чему говорю, мы перестаем, когда мы отрабатываем вот это действо, например, вот это, мы перестаем, мы себя не слушаем, мы разучились слушать себя. Мы, когда человек бьет, например, вот этот удар сбил, все промахло, нужно следующее добьет, да, и вот смотрите, у всех вот в этот момент, вот в этот момент, тянется вот то плечо. Смотрите, какое положение находится. Попытай себе поднять руки. Тяжело еще. Если резко так ударить, что будет? Травма плеча. Да, травма плеча. Но мы почему-то все время настырно, когда начинаем бить отсюда, настырно подаем это плечо. Себя вот так вот, в такое положение скручиваем. То есть у нас здесь препятствие, вот теперь это препятствие нужно приподнять. Как его лучше приподнять? Вот, это нельзя. Вот, запомните, если вот это, мы в контакте, мы уже закончили движение. Оно у нас должно продвиваться еще. Это значит, что, знаете, поднимай ее. Вот, стоп. Поднимай теперь и найди положение, которое тебе будет делать легче. Вот, а ты убери плечо назад. Оп, а ты вверх. Опа. Опа, а? А? Да? То есть, понимаете, мы должны научиться это все. Это нельзя объяснить вот просто. Ты знаешь, надо. Здесь нужно повернуться так. Дуглом 45 градусов. Это все бесполезно. Когда идут круговые движения, когда идут круговые движения, то есть, если тело не работает, то вы его не чувствуете. То есть, ведь можно вот, кто там бьет, и вот так. Опа. Понимаете, если ты это не чувствуешь, как это объяснить? Вот как это можно объяснить? Если мы не чувствуем, если мы не гибкие, мы не плавные, а отрабатывается это все плавно. Для чего? Для того, чтобы чувствовать этот зажимый. Вот он, наверное, раз пошел движение. Вот так вот. Вот этот, который сейчас лежит. Ну, да. О, вот. Когда он медленно, раз, он начинает чувствовать. Он начинает чувствовать руку, начинает чувствовать следующую руку, начинает чувствовать, раз, где-то что-то. А мы вернемся. Не так. Не так. Вот так. Работает. Ничего не понимает. Как? Так. Не так. Почему? Чего не так? Чего ты мне домотался? Понимаете? А это все от нашего мироощущения. То есть, мы как раз столько не обращаем на себя внимания. Что? А люди почему ругают Кадышникова или там похожие системы? Потому что там надо очень много наблюдать за собой. Думать. Нужны вот эти вот сложные движения. Их нужно учиться как-то управлять. Делать им. Их нужно. Понимаете? То ли делать. Ха-ха-ха-ха-ха. То ли делать. А лучше еще. Ха-ха-ха-ха-ха. Вообще красота. Встал, полгода покидал, пояс один получил. Потом еще что-нибудь тебе добавили. Еще полгода. Еще один пояс получил. Но с чувством достоинства. Это круто. Что у тебя уже там синий пояс какой-нибудь. С полоской это еще до полоски надо жить. Понимаете? Дело в том, что вот эти вот шаблоны. Вот эти вот шаблонные движения. Шаблонные понятия. В спорте. Вот у меня там есть вещи, которые в вольной борьбе чудесно применяются. В классике они не используются. Хотя могут использоваться. Правила не запрещены. Почему? Потому что так не принято. Тайский бокс вот так только, да? Вот так только. Почему? В боксе, почему нельзя ударить уракеем, например, да? После сбива руки. Это правда. Почему нельзя ударить уракеем? Кто запретил? Открытые перчатки, удара нет. Кто делает? Никто не делает. Почему? В шаблонах. Так принято. Так при-не-то. В шаблонах. Но если не запрещено, то разрешено. Почему в шаблонах сидим? Почему не используем? Почему нужно так и все, и больше никак? А нужно чуть-чуть изменить. Чуть-чуть изменил позицию и все. Почему принимают, почему люди как начинают там в самом начале как-то обучение, да? И это происходит, и до сих пор все удары, люди становятся в руку защиты. Бам! 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 И принимают, и все удары. И потом, если он в начале своего пути, первый год обучения, второй год обучения этому научился, потом из него не вытравить это. Не вытравить! Он не будет биться, он будет принимать на себя удары. Попробуйте попринимать на себя раунд хотя бы этих ударов. Вас это вымотает больше, чем вы если били-били-били сами. Потому что ты на себя принимаешь удар, это удар в голову, даже если он поставил руки, это все равно удар в голову. Это все равно удар в голову, просто демпфирует рука. То есть смягчает попадание в кость, но в голову все равно вы получаете сотрясение. И если вас накормят, удара килограмм, по крайней мере пусть они там в триста полетают по башке, минутки три, и ты это все принимаешь на себя, то потом тебе очень трудно будет вылезти из этого состояния. Переломить себя и начинать так работать. А это извините, ребята, привычка. А все опять шаблон. Шаблон. Удар, очки и еще что-то. Шаблон. То есть боец, он и мастер, чем вообще ценится? Боистерство, оно ведь растет с годами, правда? И чем ценится? Чем человек разнообразней? Чем ценится боец на ринге или на татаме? Чем он ценится? Неординарность. Почему редкие, яркие личности, редкость, потому что они неординарные. Неординарные. Чем нужно развиваться. А как развиваться на дотовой работе? Нужно, вот эти вещи нужно понимать. Если человек бьет в живот вот так, он ничего не пробьет. Потому что он уже повернул руку, уже мышцы за все. Он и тик, вставил, но не только остается в это. А как так можно пробить? Это движение тут для этого удар. Бам! Когда сюда, он руку туда идет дальше. У него есть ход, у него есть еще вращение. А когда у тебя вращение закончилось, ты пытаешь ударить вот так, у тебя бицепс закрепощен, вот здесь мышцы, одни они скрещены, свернуты вот так. Одни максимально расслаблены, а другие максимально напряжены. У тебя здесь плечо закрепощено, и ты пытаешь ударить. Как тогда ударишь? Зачем так бить? Гораздо сильнее удар будет, когда ты будешь убить пивной пушкой туда. Вход, когда вы бьете туда, это будет гораздо сильнее. Почему, опять, почему люди, привыкшие, все время бьют вот так, ты еще поворачиваешь все время локоть куда-то, а при этом не понимают, дистанция сокращается, то есть человек сокращает дистанцию, он пытается бить, а научились все учимся-то бить, ведь неправильно изначально, мы начинаем поворачивать вот, а потом начинаем бить, то есть мы как бы все скручивались, вместо того, чтобы кулак поворачивался в конце, то есть я уже думаю, он мне нужен, если на меня пойдет, шаг придется, мне не надо его поворачивать, то у меня вот так пойдет, а если он у меня там стоит и чуть еще и отошел, то туда я его тогда запущу, но он у меня идет одинаковый, я только в конце поворачиваю, это же простые вещи, а мы вот эти бум-бум-бум, нас где-то научили, вот эти шаблоны, и потом из людей ничего не выйдешь, и удар, все вот так вот почему-то бьют, вот прямой удар, и что с такой за прямой удар? Это часть удара идет плечом в челюсть себе, а это нужно закрыть плечо, оказывается, а плечо закрыть, все очень просто, вот вытяни руку, покажи на него, вон он, вон он пошел, и волну опустили, вот и плечо закрыто, вот и челюсть закрыта плечом, но я не поднимал же это плечо, зачем его поднимать? В ударе нельзя поднимать плечо, это шарнир, здесь выбрасываем просто, выбрасываем и все, зачем поднимать, зачем выворачивать, выворачивать опять, когда он опять ушел, мы ему бьем, это вот, как это называется, свинг, фух, туда, через звук, залетает, по дуге сверху вниз, тогда мы его закручиваем, тогда он удар, а когда он прямой, он называется удар, прямой, от точки А до точки Б, прямой, а не кривой, какой он прямой, когда локоть в сторону оставил, какая тут траектория может быть, прямой удар, прямой, от кого телескопический дубинка, а так, какой это прямой, и вот эти шаблоны, и вот даже в простых вещах мы за собой не наблюдаем, уж не говоря об этих каких-то ударах, вот он удар на гробоводнике, вот видите, тело сработало, если тело, ловкое, да, если тело свободное, если у нее есть много степеней свободно, оно приспособится к чему хочешь, и сделает любой удар, а если тело вот такое, то есть, извини меня, да, тогда, это нужно 30 лет долбить по тысячу раз каждый день, чтобы это перешло там в бессознательное действие, это называется путь, да, он тоже такой имеется, но это путь, это долбит, поэтому легче научить человека немножко вслушиваться в себя, в первую очередь нужно слушать себя, нужно научиться чувствовать свое тело, где оно сжимается, где оно расслабляется, где, почему не получается, где, тебе говорили уже заранее, да, ну да, нет, человек, если ты не видишь впереди себя, не видишь дельтовидной мышцы, где заканчивается, значит, удар, считай, ты его не сделал, потому что у тебя плечо оказалось вот здесь, это значит, ты его не добил, и человеку говоришь, говоришь, а он все равно, все равно, все равно, все равно, ну почему человек делает все равно так, потому что он не думает, даже вообще он не смотрит, он не наблюдает за собой, он пришел тренироваться, но за собой не наблюдая, а чтобы что-то получилось, нужно всматриваться, вслушиваться в себя, человек бьет, стоит, ножки вот так, говорит, встать, представь, что ты стоишь на двух рельсах, да, вот встал, как на двух рельсах, вот так, одну ногу вперед, на двух рельсах, понял, да, все, вот твоя задача, стоять на двух рельсах, вот туда бить, смотришь, человек уже вот так стоит, и он даже не понимает, что у него ничего не дает, вот здесь не дает, здесь тянет, нога не работает, тут не работает, и он, бур, делает, тут еще раз делает, а ведь он делает эти сотни раз, а там записывается, там магнитофонная пленка, она записывает, и записывает это неправильное движение, и потом попробуй научить, но ты за собой не следишь. Простой пример, мы, если по пьянке и без голоса будем петь, поворотите, но мы никогда будем записываться, то с утра, когда встанем и включим воспроизведение, мы поворотить не услышим, мы услышим пьяное лаяние, там гавканье, поросячий риск, все, что угодно, но поворотить не услышим, почему? Ну, записалось, потому что ты так записал, вот он, пожалуйста, вот твоя запись, мозг записывает точно так же, по-другому ничего не записывается, если мы не работаем бездумно, некоторые говорят, ты дома работал, а как я бы дома работал, я и всем не правильно делал, так это вот в том-то все и делал, думай, а тут я тебя опять исправляю буду, а ты дома делай, да думай, я же не что говорил о том занятии, говорил, а тут вот, пожалуйста, подошел, говорю, что было пять минут назад, перед этим какое было задание, и все, не знаю, какое задание, во как, вот, тренируемся как, и мы не знаем, какое задание было, только что было, а хотим чему-то научиться, а задание было то же самое, только вместо вот этого добавили вот что, бум, а все остальное то же самое, а мы уже забыли то, что было вот так, вот и все. Вот и все, и пожалуйста, тренируемся. Почему? Еще раз говорю, у нас перестали мы быть русскими, мы перестали смотреть в себя, мы перестали чувствовать и жить вот этой интуицией. Интуиция, она очень хороша, но при помощи мозга. Мозг для этого и нужен, он контролирует наши эмоции, мозг контролирует наши страсти, мозг контролирует нашу, там, злость, ненависть и так далее. Мозг контролирует. А мы вообще заменили, как бы, мы своим мозгом заменили все. Она такой, тоже можно, я же не робот, но я хочу есть. Пошел есть. Мне надо туалет, а тебе не надо. И ты пошел. Так же ты робот, кто так делает? И мы в эти роботы, в биологические роботы превращаемся, потому что мы перестали, мы перестали ощущать. Надо быть внимательным. Как говорится, да? Вы им прежде всего соринку бревнули собственную гладку, чтобы замечать соринку другого. А мы у других видим ошибки. Посмотрите, он неправильно делает. Тебе-то какая разница? На себя смотри, как ты неправильно делаешь. И он, с ним-то разберемся. С собой разберись. У нас проблема-то с собой разобраться. Если мы с собой не можем разобраться, ну, как, как, какой может быть результат? Ну, откуда его взять? Ну, неоткуда его взять. Ну, если у него человек ходит там, уже там год там или сколько, ему говоришь, ногу поверни, ногу поверни. Это о чем говоришь, что человек ноги не поворачивает? Да что он их не поворачивает? Он не смеет за собой, кулаками швыряет, а он встал, кулаками швыряет, а он не понимает. Да он думает, как я как-то делаю. У нас такая есть способность у человека, да? По-нашему. Мы видим себя, что мы вообще красавцы. Ну, красавцы. То есть все остальные, а вот я как-то не. Вот я красавец. Поэтому мы как-то не замечаем свои ошибочки. А тут наоборот. Где конфузит нас? Где что? Где происходит? Какие зажимчики? И вообще, то есть не только в технике, но и в жизни, и в поведении, и в общении с людьми, и так далее, и так далее. То есть мы должны наблюдать за собой. Нет, если это наблюдение? Все, это просто. Тогда мы будем ползти. Вот сколько раз, говорю. Вот сейчас работаю, да, ребят? Вот там по лапам бьют, значит, и вот налетают вот там и пытаются бить. Ну, как? Сколько раз, говорю. Локти только вот здесь. Вот если вот здесь, то ты морду свою отдал, а руки убрал. То есть ты щит свой, вот перед тобой. Это щит. Вот он, щит. Руки и ноги, это щит твой. Голову твою закрывает, корпус твой закрывает. Это щит, можно сказать. А когда мы вот, мы убрали, лезем вот так вот, сначала судим голову, а потом идем бить. Ну, как это может быть? И говори, не говори, говори, не говори. Подходишь, говоришь, подходишь, говоришь, подходишь. А нет, но все равно начнем лезть. Почему? Не следи. За собой не следи. Лишь по ударе. Лишь по ударе. Как там, что там? Лишь по ударе. Корпусом работаете, корпусом не размахиваете, а бесполезно все равно. Торопимся, торопимся. Когда на скорость работают, я говорю на скорость. Я говорю быстрее. А так все нужно. Когда я говорю быстрее и жестче, значит, старайтесь. И собраннее. Значит, старайтесь. Вот собран. Все. Встали. И отсюда удары идут. Отсюда. Они не оттуда больше не идут. Они вот отсюда идут. Даже вот, которые сейчас мы с вами в день отрабатываем. Да, вот это. И то, вот она. Вот она траектория. Вот я бью. Оп, кулак. Он идет по этой же траектории, по этой же траектории и возвращается по этому. То есть, он не размазывается по всем. Он вот проходит здесь, проходит здесь, проходит здесь. И все, он в одной, в этой плоскости идет. задачу тела работы как мы с вами работаем до приставной с пистолетом ну чтоб ствол горизонтально линия и вот мы двигаемся так мы следим за стволом чтобы он горизонтально ли не чертила а когда мы не следим за совом у нас вот так когда будешь за задачей тогда мышцы и все кости они будут работать под эту задачу Они приспособятся. Ты, главное, вот удержи где. Там все приспособится. А мы эту задачу упускаем. Запоминаем только второстепенно. Когда объясняешь, там, скажешь, надо делать медленно, плавно. Понятно? Да. А то, когда я буду объяснять другие мелочи, что у тебя здесь не пойдет, тут не пойдет, и он вот это вот, вот то, что я говорил, грубо говоря, крупным красным шрифтом, человек упускает. А в мелочи? Прислушался. А там я ничего не говорил в этой мелочи. Там ничего в меня не было. Я просто сказал, что у тебя там не получится, если ты не будешь делать медленный плавно. Ты не увидишь, как это происходит. Все. То, что я акцент сделал, ты мне не слышишь. Не только один или другой. Это почти 99%. В мелочи? Вот в мелочи? Как что? Вот в мелочи мы все прям погружаемся с удовольствием. А в основное никак. Поэтому еще раз все время говорю, надо научиться быть русским. Надо научиться жить как бы внутренней жизнью. Контролировать постоянно свои чувства, наблюдать за собой. Это очень тяжело, но это полезно. Вообще везде полезно для жизни. Тогда мы сможем овладеть сложной техникой. Она в общем-то несложная. Как в детстве. Чем ловчий пацан, тем ему куда хочешь. Он что хочет делать? Какой ловкий парень? Ловкий парень. Ловкость – это двигательная приспособляемость к постоянно изменяющейся ситуации динамической. Понимаете? Двигательная приспособляемость. Они просто шаблоны. Шаблоном – это неловкий человек. Нельзя назвать, например, бильярдиста ловким человеком. Да, у него есть там своя техника. Да, в этой технике он ас и так далее. Но назвать его ловким нельзя. Правильно? С акробатом не сравнишь. Вот там ловкий человек. А он там, потому что надо тело своим владеть там. Во всех трехмерных пространствах. Поэтому это уже другое дело. Поэтому стремитесь за собой следить. Все, давай, спасибо.